Психика и тело так тесно связаны между собой, что порой даже нельзя понять, где заканчивается тело и начинается психика. Вот как-то я поругала Ярослава. И вот поза. Пошел ребенок, пошел, сутулился, плечи налезли на шею. А если таких стрессов у человека очень много, то это становится его привычной позой. Так и замирают мышцы каменные, а здесь нет кровотока, лимфотока. Для нашей красоты, если говорить про красоту, то что укороченная сзади шея, здесь второй подбородок, лицо отекшее, ползет вниз. И кровообращение ухудшается не только для лица, еще и для мозга, для костей, черепа, голова болит, мигрени. Вообще всегда напряжение, это когда у человека постоянно напряжение, это склонность к головным болям. И когда мы убираем спазл из тела, мы также убираем стрессовые моменты своего тела. То есть смотрите, ситуация откладывает блок в теле. Но когда мы массажными движениями и физкультурой, физкультура тоже, убираем блоки из тела, мы также освобождаем свою душу. Вот этот прожитый груз со своих плечей снимаем. Давайте сейчас я вам покажу это белье. Вот смотрите, берем и вот эту вот мышцу прям хорошо перетрите. Вот так, да, саму верхние пучки трапециевидные, прям хорошо-хорошо перетирайте. В принципе, это можно делать каждый день. Также есть много техник для того, чтобы расслаблять и убирать все зажимы в теле. Тело вообще должно быть мягкое. Вот любое вот это вот. Надо убирать, да? Все двигаться должно быть и пластично. Это и есть молодость. Значит, у меня есть курс психосоматики, где мы убираем это с астепатическими упражнениями. И есть курсы здоровая поясница, гимнастика для шеи, где также мы все эти стрессы вытаскиваем из своего тела. Мы вытаскиваем все, что на нас давит. Освобождаем душу.